Друзья, всем привет! Мы продолжаем исследовать Мальту. С утра у нас проходят уроки в школе английского языка, а после обеда мы каждый день выбираемся куда-нибудь по достопримечательности Мальты. В этом выпуске мы отправимся на самую дальнюю часть острова в деревню Папайя, а также посмотрим небольшие бухточки Golden Bay и Ayn Tufiha, расположенные неподалеку. Если вы не смотрели фильм и не знаете, кто такой моряк Папай, то не переживайте, я расскажу подробно о нем и про всю деревню в целом, как добраться, где находится и сколько это стоит. Помимо этого попробуем съесть кактус и много-много всего интересного. Этот выпуск является пятым, поэтому если вы еще не смотрели предыдущие части, то советую начать именно с них. При наборе тысячи лайков или комментариев выходит следующее видео. Самой лучшей благодарностью от вас будет лайк, подписка, комментарий и поделиться данным роликом своими друзьями. Не забывайте про другие ролики из интересных стран и городов на моем канале Travel Forever. Всем привет! Сегодня у нас третий день. среда, в английской школе International House. Сегодня у нас вместе будут заниматься послеобеденные студенты и утренние. Вот, и мы немного опаздываем. Сейчас, скорее всего, место будет очень малое и все будут сидеть в тесноте. Вот, потому что сегодня в 2 часа мы пойдем на экскурсию, на бесплатную экскурсию в пещеру. И там ходят, ряда места находятся что-то. Макс Тримаджи что-то такое, короче. Я потом сделаю на ролике, на монтаже. Все за место. Вот. Вчера что у нас было? Вчера мы позанимались. Как всегда, у меня было 3 урока. Утром 2 и после обеда 1. После 14.30, после третьего урока, можно было пустить бесплатный conversation класс. Ну, класс общения. Это совсем бесплатно. Можно было прийти, пообщаться там с другими на какую-то определенную вроде тему. Вот. Но мы не пошли, а поехали в город Мадина. По поводу уроков. Обычно у нас утром 2 урока по 1.5 часа. В основном это грамматика и немного там, ну, как бы общения на английском. Вот. Ну, такой как бы разносторонний урок. Не только там одна грамматика. У меня пропустили люди. Так, в общем, утром какая-то, ну, такой более познавательный урок, что ли, с лексикой, грамматикой, правильным построением предложений. А после обеда у меня один урок, тупо почти говорение. Вот мы сидим, практически ничего не пишем, а общаемся. Первый день мы общались на тему музыка, какая нравилась музыка там. Там было около 50 вопросов, и мы по очереди другу задавали. Обычно работа идёт в парах, ну, либо в двойках, либо в тройках, либо в четвёртой зависимости от количества студентов. Вот. Вчера мы проходили прилагательные на тему мудс, ну, про настроение, описание человека, поведение. Вот. Очень дофига было слов. Там около, наверное, 40-50. Я узнал новых слов, которые до этого не знал, реального. Ну, из них, может быть, процент я 15 только знал. Как не уйдешь, короче, на улице на Мальте в ноябре, всегда идёт дождь. Вроде вот солнечно, да? Почти вот. Где-то там вглядывает солнышко, но моросит козлина такой. Ну, вот студенты наши пошли кушать. В общем, чё у нас? Сегодня среда, прошло два урока грамматики. Ну, там не только грамматики, а и лексики тоже. С нашим, такой, не знаю, мне нравится довольно неплохой учитель Бен. Он из Англии, родом. Вот. Сейчас у нас небольшой брейк тайм. И мы идём кушать. Точнее, не мы, а я иду. Я иду кушать вот в этот супермаркет. Ну, взял у нас рыбу с рисом. И немножко там это, у нас вышло 6,28. В принципе, нормально. Называется, Вол Ю. В итоге, из-за плохой погоды, экскурсия была под сомнением. Учителя хотели её либо совсем перенести на другой день, либо поехать на долгого лету или мдину, который мы пустили за предыдущие дни. Мы решили отделиться и поехать сами в деревню Папайя. В итоге, мы не зря поехали, погода наладилась и было довольно солнечно. Конкретный маршрут лучше смотреть самостоятельно в Google Maps. Но чаще всего все туристы отправляются от автовокзала в Алете. Для этого нужно сесть на автобус 41, 42, 49 или 250. После города Мелиха, около пляжа Мелиха-бэй, необходимо пересесть на 101 автобус, который ходит каждый час. Но чтобы не ждать автобус, можно дойти пешком. Расстояние до самой деревни составит менее 2 километров. Всем привет! Направляемся в деревню Папайя. Доехали из Слимы, ну от Слимы до отсюда на 222 автобусе. И должна была быть пересадка на 101 автобус, который идёт прямо до деревни Папайя. Но его нужно ждать минут 20-30. И пешком, в принципе, идти тоже 20-30 минут. Мы решили идти пешком. Сейчас будет вот такая бухточка у нас. И потом нужно будет свернуть налево, куда-то вон туда, видимо. Ничего, где рыба? Я тебя намочил. Нет, такое лето. Что, ноги сильно мокрые? Да, смотри. Ну, нет. У меня туда капелька залилась. Ну, а что вы попрали? А вода тёплая. Тёплая? Да, может купаться? Можно. Вот там деревь. Нет, они говорят, реально вот купались на 2 неделя. Нет, они говорят, реально вот купались на 2 неделя. Ну, типа полей всяких фермеров будет. Но уже, ну, ваши тут воды нет, но он же её привозит. Типа, как фермеры тогда это. Ну, они селёныр плевают? Да, может, я не знаю. Вон, смотрите, ждёт картошку у них в ноябре. А, вот тоже тут посажено. Идём в деревню Папаев. Ну, чё, ребят, хотите идти туда, нет? Да. В одного Папаев, да, не Папаев. Вот мои два Папаев тут. Первый Папаев, второй Папаев. А вот третий Папаев. Смотри, Папаев идёт в деревню. Домой. Вон, срена, отпишкает, я такое дерево, походу. Видели? О, лучок, можешь домой нарвать, срени. Командири, капуста. Он побитый. О, боже, какие большие. Да, реально, баклажаны, срени. Блин, бери, я вообще не хочу. Ну, чё, да? Ну, всё, сейчас гуляем, тут нормально. Смотри, ёвжики тут есть. Чё, если. Смотрите, нашёл, короче, эти фрукты, которые кушают. Вот они, срени, которые продаются. Прикиньте, нифига себе. А, острый чуть-чуть. Там, посмотрите, сколько этих, сори, за мат. Так, сейчас попробуем покушать. Оторвал. О, в магазине такого же качества продают, вроде. Официальное название, это фигни, которую я сегодня ел. Растущенный кактус. Да? Короче, попробовал я этот фрукт, в принципе, неплохой. Ну, не знаю, вроде он как съедобный. Так я видел их в магазинах, таких полно продают. Вот, на вкус он такой сладковатый. Ну, не сильно сладкий, но и, как бы, вкуса яркого нету выраженного. Проблема в том, что он колючий, короче, у него полно всяких колючих. Так что, его, не знаю, надо каких-то перчатках собирать. Вот обычные кактусы они. Деревня Папайя представляет собой комплекс из 19 деревянных домиков на берегу бухты Анкорбей, на севере острова Мальта, в двух с половиной километрах от города Мелиха. Деревня была построена в 80-х годах, как съемочный павильон для мюзикла Папайя. Если кто-то не в курсе, моряк Папайя – это вымышленный герой американских комиксов и мультфильмов, который впервые появился в комиксах в 1929 году. Сначала у моряка была второстепенная роль, но его популярность среди читателей росла настолько быстро, что автор перекроил сюжет и сделал Папайя главным персонажем. В 1933 году был создан первый мультипационный фильм с Папайем, а в 1980 году вышел полуметражный фильм, где главную роль сыграл Робин Уильямс. Фильм вышел в прокат и собрал 49 миллионов долларов, несмотря на то, что эта сумма в три раза превышала бюджет фильма. Paramount Pictures и Уолл Дисней назвали его пробальным, поскольку, конечно же, до настоящего блокбастера ленте о приключениях моряка Папайя было далеко. Для съемок этого фильма на заказ Paramount Pictures и Уолл Дисней была построена деревня моряка Папайя. На ее возведение ушло 7 месяцев, 7 тонн гвоздей и более 7000 литров краски. Было задействовано более 160 рабочих. Бревна для домов привезли из Голландии, а кровлю для крыш – из Канады. Поперек живописные бухты вызвели 70-метровый бетонный волнорез, чтобы защитить постройки от возможного шторма. Декорации, которые использовались для съемки фильма, обычно демонтируют и уничтожают, но хитроумные мальтийцы уговорили киношников ничего не ломать и оставить эту деревню юной. После съемок фильма деревня Папайя долгое время не использовалась, но через годы была реконструирована. Сегодня здесь расположен семейный развлекательный комплекс. Посетители могут узнать об истории съемок легендарной комедии, покататься на лодках в живописном заливе, различиться на водных батутах, поиграть в мини-гольф, посетить уютный ресторанчик и даже сняться в собственном фильме, а после этого посмотреть этот фильм в настоящем кинотеатре. По всем этим улицам можно погулять, заглянуть в каждый дом, посидеть на тех самых стульях, что были в фильме. В этой деревне все можно потрогать, и абсолютно везде вход открыт для посетителей. В деревне работают аниматоры, которые помогут организовать досуг для детей. Малышей обязательно порадуют вольеры с домашними животными, а также механизированные инсталляции жизни маленьких гномов. С утра у нас проходят уроки английского языка, поэтому возможность поищать интересные места есть только после обеда. К сожалению, сюда лучше приезжать с утра или в обед на целый день. С 16 на 0 вход закрывается. Стоимость билета варьируется от 10 до 16 евро. В общем, если сюда соберетесь, то он работает с 9 до 16.00. Мы хотели сейчас поездить, билет стоит 15 евро, но время уже у нас сколько там? 16.06. Поэтому проход закрыт. Мы даже остановили, пускают еще. Выходить можно позже намного. Вот такие дела. Брать билеты на троих за 4 тысячи рублей за час до закрытия неразумно. Поэтому, посмотрев на всю деревню с противоположного берега, мы отправились на пляж Голден Бэй и Айн-Туфиха. Приехали, какой-то заболенник рядом. Вот с этим местом можете погулять. И здесь такой шикарный вид. Смотрите, к вам здесь классно пришли. А не без плата? Конечно. Блин, сам прикинь, как здесь летом купаться. Какой-то мучий сон тут не видит. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok